Андрей Андреевич. Да, коллеги, добрый день. Слышно, видно? Да, отлично слышно и видно, передаю вам слово. Всем добрый день, Андрей Щербинин, это «Ланторг России». Мы долго выпускали постановление в этом году, прямо скажем, затянули, хотели объективно все это дело провести летом, получилось как всегда, как получилось. Поэтому конкурс объявили, сбор заявок будет до 19 ноября и потом очень быстро проведем экспертную оценку и подведем итоги. Планируем до 5 декабря все завершить. Собственно, почему не проводили раньше? Потому что, как я и сказал, ждали изменений, изменения, которые не внесены… Коллеги, добрый день, вас слышно? Да, здрасте, Упаза, вас слышно. Да, я вас прекрасно слышал. Собственно, изменения, которые готовили, они дают возможность сделать две, наверное, ну, таких ключевых изменений, их два можно выделить. Ну, во-первых, они там облегчают условия по штрафам и всем другим условиям в случае невыполнения, вот, и дают возможность поддерживать технологии. Это одно из нововведений этого постановления. Вот. И ключевое изменение, которое было введено, это то, что модуль сейчас, в нашем понимании, это модуль на основе разработанных электронных компонентов, то есть нельзя заявиться просто с модулем, вот, какой-то ключевой компонент, электронная компонентная база должна в рамках проекта разрабатываться. Базово вводно, наверное, все, мне там удобнее всегда в режиме вопрос-ответ, вот, поэтому давайте… Коллеги, сейчас уникальная возможность Андрею Андреевичу задать там интересующие вопросы общие по постановлению, конкурсным, может быть, процедурам, если таковые вопросы имеют. Соответственно, еще раз подчеркну, вопросы желательно задавать общие, уже в конкретику мы уйдем по ходу нашего сегодняшнего вебинара. Так что, пожалуйста, голосом просим, у кого есть вопросы, задать. Коллеги, можно задать вопрос НИИС? Да. Большое спасибо за организацию данного вебинара-консультации. Андрей Андреевич, такой вопрос. НИИС, как вам известно, является площадкой, на которой реализуются технологические процессы изготовления пластин с кристаллами и микросхем на их основе. В настоящий момент времени мы хотим заявиться в постановлении 1252 с проектом по разработке базового технологического процесса на основе объемного кремния с расширенной библиотекой, которая бы позволяла создать широкую номенклатуру микросхем с пониженным уровнем шумов, с пониженными входными токами, с пониженными токами употребления. И на нашей информации эта технология обладает большой востребованностью среди отечественных дизайн-центров. Она позволит на ее основе изготавливать высокоразрядные ЦАПы АЦП, источники опорного напряжения, мониторы питания, операционные усилители и так далее. Результатом реализации проекта предполагается, что в настоящий момент времени мы предлагаем пластины с кристаллами элементов, изготавливаемые в режиме Foundry по заказу отечественных дизайн-центров. Подходит ли данная постановка в таком ключе под правило 12.52? Да, за это и бились. Подходит. Вот, с данной постановкой можете подаваться. Огромное спасибо за разъяснение. Коллеги, пожалуйста, если какие-то вопросы к Андрею Андреевичу еще есть, задайте их. Добрый день. Компания «На Центр Вау». Вопрос. При работе по разработке микросхем, можно ли в качестве продукции засчитывать SF-блоки или IP-блоки, как их еще называют? Ну, вот смотрите, в этой редакции постановления мы внесли дополнительную возможность коммерциализации за счет результатов интеллектуальной деятельности. как бы концептуально, пока там нормативно не определено понятие SF-блока и так далее, считаем, что это, ну, как бы будет такой шажок в сторону того, что вы вот там сможете этими SF-блоками отчитываться. Ну, то есть они как бы там, надо будет понять, как правильно вам их поставить на баланс, как дальше реализовываться. Да, вот, но как бы с точки зрения того, что результатом может быть продажа виртуальной собственности, такой результат добавлю, да. То есть SF-блоки, но в виде продажи патентов, правильно я понимаю? Ну, вот как-то так, да. То есть, ну, пока серая зона до того, как мы можем просто прописать SF-блок как SF-блок, вот, ну, по сути, да, исключительное, не исключительное право передачи и так далее. Понял, спасибо. Добрый день, Воронеж, не электронной техники. Такой вопрос, вносились ли изменения в методику оценки заявки, касающиеся объема производства продукции, а именно как они подтверждаются письмами, договорами? Да, я понял вопрос, в отличие от 109, ну, и как бы вообще давайте там немножко про механику, как бы все перенесено в ГИСП, но перенесено в ГИСП не как в 109, то есть здесь коллеги, у которых есть там со 109 опыт, ну, там чуть по-другому сейчас будет, то есть как бы сохраняется структура документов, как и было раньше, просто она переносится в электронный вид, просто вы там в электронном виде все это подаете, там, в тех шаблонах, которые есть. С точки зрения методики по 1252 тоже драматических изменений в методику вносить сейчас не планируем, то есть там в силу того, что изменились как бы ссылки на пункты, изменились названия там технологической суверенитета или там конкурентоспособность, вот в этих только параметрах будут изменения, никаких сутевых правок пока вноситься не будет. То есть, как в 109, там разный рейтинг подтверждения зависит от письма, не будет такого соглашения или договора. Спасибо. Мы про методику немного затронем, там в ходе нашего вебинара дальше, как бы уже подетальнее, поэтому если какие-то еще общие вопросы к Андрею Андреевичу есть, пожалуйста, задайте, но в детали мы уйдем чуть позже, я уже сказал. Павелоскор, пожалуйста, скажите, пожалуйста, мы предполагаем изготовление специальной элементной базы по технологии 28 нанометров, но пока на территории Российской Федерации такая технология не освоена. Можем ли мы в данном случае подавать материалы на конкурс, если предполагается, что пока изготовление будет не на территории Российской Федерации? Ну, можете с опытаем того, как вы будете это производить за пределами Российской Федерации. Спасибо. Коллеги, я думаю, еще пару вопросов у нас там есть возможность задать Андрея Андреевичу. Это сможет быть. Да, коллеги, позвольте, не к технологии производителей камеры видеонаблюдения. Андреевич, так какой вопрос, вот, пробовали какие-то на 109-е, то есть сформировали пакет документов, описание, бизнес-план, продукция, которую планировали засуществировать, это электронные модули, то есть основные части камеры видеонаблюдения, плата процессора, плата сенсора, плата питания и так далее. То есть можем ли мы с такой же продукцией пробовать идти по 1252? Нет, не подойдет. Не подойдет? Так, а если вот основные там критерии, да, почему не можем? Если вы не разрабатываете какую-то электронную компонентную базу проекта, то мы не можем, потому что модули – это модули на основе разработки проекта электронной компонентной базы. Принято. Коллеги, только один, еще один вопрос по модулям. Если электронная компонентная база уже разрабатывается в рамках других проектов 1252, может ли быть модуль, предлагаемый вот в этом постановлении, быть зачтен? Нет, в рамках компонента по проекту. Принято сейчас. Леша? Здесь. Хорошо. Добрый день. У ППТ, ума. Время. Вопрос по предпринимателям проекта. Определение постановлений есть? Никаких других... Вас очень плохо слышно, к сожалению, Светлана, практически не слышно. Вот так слышно? Это у кого-то фонит, не знаю. Фон какой-то у вас, прям вот, еле-еле. Смотрите, меня слышно? Нет, к сожалению, все так же. Вопрос можно, завод или кон? Добрый день, коллеги. Андрей, подскажите, пожалуйста, в 1252 внесены значительные изменения, на наш взгляд, и эти изменения будут распространяться, но уже заключенные соглашения, либо это по новым конкурсным отборам только действовать будет? Вы же читаете постановление. В постановлении написано, какие пункты на что распространяют. Отдели постановление, открывайте, его читаете. Вот, потом, если вопросы останутся, то, конечно, КРП обязательно вам ответят. Александр Зиновик, отдела государственной программы, собственно, в связи занимается о сопровождении конкурса, административном сопровождении конкурса, техническом конкурсе. То есть, если какие-то будут проблемы на себе, они точно будут, если там будет что-то непонятно, как, куда подавать, да, то есть вопросы ко мне, ему, мы, соответственно, техподдержки и всего прочего, оперативно все вам поможем решить. Сергей. Здравствуйте, коллеги, можно вопрос? Коллеги, да, я прошу прощения, тут, ну, раз уж вы там в эфир как бы вышли, да, сами, давайте вопрос крайний зададим и, соответственно, уже перейдем. Да, вот один вопрос краткий. Постановление также по-прежнему касается только гражданской ЭКБ или нет? Потому что гражданская вытянута из постановления из новых редакций. Есть сейчас только гражданская ЭКБ или нет? Что еще раз? А у нас есть сейчас только гражданская ЭКБ? Ну, разная есть ЭКБ, есть и гражданская, и не гражданская. Мы же скажем, что двойного назначения в рамках этого постановления сейчас можно. Можно, да. Но не пятая приемка, да, получается? Двойного назначения, это ведь не пятая приемка. Ну, ладно, понятно. Да, коллеги, большое спасибо за вопросы. Добрый день, Андрей Андреевич. Слышно? Да, Светлана, все-таки получили. Да, вопрос по сквозным проектам. Определение сквозного проекта ЭКБ есть? Были ли какие-то расширенные понимания сквозного проекта? Проектов нет. Нет, все, забудьте про определение сквозного проекта. Забыть. Забыть. Понятно. Понятно, спасибо. Коллеги, ну тогда мы...